МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа! Сегодня мы будем говорить о сегодняшнем дне, но для того, чтобы говорить о сегодняшнем, нужно, как обычно, окунуться в историю. А ведь сегодняшняя демократическая партия, это не партия Гарри Трумэна и Джона Кеннеди, мы все это знаем. Мы даже знаем, что это не партия Билла Клинтона. Я напомню, что 26 января 1996 года Билл Клинтон выступал на объединенной сессии в Конгрессе, и он, в частности, заявил, эра большого правительства закончилась. Эра большого правительства закончилась. Тем самым президент Клинтон дал понять, что федеральное правительство не намерено увеличивать свою роль в повседневной жизни страны. Барак Обама увеличил. Но многие демократы, социалисты, прогрессисты уверены, Обама увеличил, но недостаточно. Федеральное правительство считает, они обязаны играть главную роль в образовании, здравоохранении, экономике, во всем. Уже семеро демократов, которые вступили в гонку претендентов на пост президента, поддержали программу «Зеленый новый курс». Эта программа означает притворение в жизнь, поворот от капитализма к социализму. Главный глажарай программы Берни Сандерс не делает из этого секрета. Но только социализма демократам недостаточно. Их цель – тотальная власть. И демократы не говорят, конечно, об этом открыто. Однако три предложения, с которыми они выступили в недавнее время, не оставляют ни малейших сомнений в истинной цели демократической партии. Демократы предлагают, первое, упразднить коллегию выборщиков. Второе, снизить с 18 до 16 лет возраст участия в голосовании. Третье, увеличить состав Верховного суда. Если коллегию выборщиков заменит всенародное излияние, число голосов рядовых избирателей, это практически гарантирует кандидату демократической партии победу на каждых президентских выборах. Обратимся к недавнему. В 2016 году Дональд Трамп получил поддержку 306 выборщиков, Хиллари Клинтон 232, это выборщики. Но Клинтон получила на 2,9 миллиона больше голосов. Только в Калифорнии она опередила Трампа на 2,5 миллиона, плюс в штате Нью-Йорк она набрала еще на 1,5 миллиона больше. За время прошедшего с ноября 2016 года Калифорния превратилась в однопартийный штат. Только один пример. На промежуточных выборах прошлого года республиканцы не участвовали в борьбе за депутатский мандат в Сенате. Соперничали два демократа. Если упразднить коллегию выборщиков, только одна Калифорния будет гарантировать победу демократа на президентских выборах. Победа демократа будет гарантирована и участие в выборах 16-17-летних школьников. В абсолютном большинстве школ происходит оболванивание школьников. Это происходит не только в синих, то есть в демократических штатах и городах, но и в красных, республиканских. Желтые школьные автобусы повезут скоршеклассников на избирательные участки. Голосовать за кандидатов в демократической партии, кандидатов в президенты, в конгрессмены, в сенаторы, губернаторы, в мэры. Только демократы. Однако для полного господства в стране демократам необходим контроль над всеми тремя ветвями власти. Не только над исполнительной, это Белый дом, и законодательный конгресс. Необходим контроль и над Верховным судом. Нынешний состав высшей судебной инстанции демократов, естественно, не удовлетворяет. Пятеро из девяти судей назначены президентами-республиканцами и толкуют Конституцию так, а как она написана, демократам требуются прогрессивные судьи. Но члены Верховного суда не подлежат замене. Они либо добровольно уходят в отставку, либо, это случалось не раз, умирают на своем посту. У демократов нет возможности уволить неугодного. Но президент, демократ и Конгресс, обе палаты которого контролируются демократами, имеют возможность увеличить состав Верховного суда, чтобы прогрессивные судьи оказались в большинстве. Сделать это во сто крат проще, чем упразднить коллегию выборщиков и снизить до 16 лет возраст голосующих. Коллегия выборщиков предусмотрена Конституцией Соединенных Штатов, принятой в 1787 году. Минимальный для голосования возраст 18 лет принят в 1971 году 26-й поправкой Конституции, чтобы упразднить коллегию выборщиков и изменить возраст голосующих, требуется внести соответствующие поправки в Конституцию. Добиться ратификации таких поправок чрезвычайно трудно. Но, во-первых, обе палаты Конгресса должны одобрить каждую поправку большинством как минимум в две трети голосов. Во-вторых, каждая поправка нуждается в одобрении легислатурами как минимум 37 штатов из 50. Сегодня трудно, может быть, даже невозможно представить, чтобы в сегодняшних Соединенных Штатах 37 штатных легислатур одобрили упразднение коллегии выборщиков. Но демократам вполне по силам увеличение числа высших судей. Верховный суд создан Конституцией. Но в Конституции ничего не говорится о числе верховных судей. Верховный суд создан Конституцией. И в первом верховном суде было всего 6 верховных судей. Затем число менялось. Было 5, снова 6. После 1807 года, 7. После 1837 года, 9. После 1863 года, 10. Для изменения числа требовалось каждый раз решение Конгресса. И вот в 1869 году, 1869 год, Конгресс принял закон о девяти членах Верховного суда. И с тех пор, вот уже полтора столетия, число остается неизменным. Правда, в 1937 году президент-демократ Франклин Дилан Рузвельт предпринял попытку увеличить число высших судей до 15, поскольку его не устраивал состав Верховного суда, который признавал антиконституционными программы нового курса. Однако Конгресс, Конгресс, находившийся под контролем демократов, однопартийцев Рузвельта, не согласился с президентом, число судей осталось прежним, остается до сих пор. Но чего не удалось Рузвельту, почти наверняка удастся будущему президенту-демократу, если его однопартийцы получат простое большинство мест и в палате представителей, и в Сенате. Если это случится после выборов 2020 года, мой прогноз, нам не следует удивляться, если состав Верховного суда расширится в следующие один, полтора, два, три года. Контроль над всеми ветвями власти предоставит демократам возможность приступить к коренной перестройке страны, игнорировать при этом Конституцию, в том числе игнорировать Билля права с его первой, второй и последующими восьми поправками. Сегодня мы с вами можем только гадать, насколько такая Америка будет отличаться от тоталитарных режимов в других странах. Каждый из вас, дамы и господа, кто возьмется утверждать, что тоталитарный режим в Соединенных Штатах невозможен, плохо знает историю страны. Я напомню историю, но прежде чем ее напомнить, я задержу ваше внимание на двух романах американских писателей. Эти романы позволяют нам с вами приблизиться к ответу на вопрос, возможен ли тоталитарный режим в нашей стране. Один роман написан в 1935 году и сегодня почти забыт, хотя его автор Синклер Льюис заслужил Нобелевскую премию по литературе. Второй роман написан недавно, он увидел свет в 2004 году, сегодня широко и вот-вот будет экранизирован телевидением. Но автор его, Филипп Рот, так и не дожил до Нобелевской премии. Окей. Роман Льюиса называется так. «It cannot happen here». Здесь этого не может случиться. Этот роман повествует о победе популистского сенатора база Уиндриппа на президентских выборах и победив, он устанавливает при поддержке армии тоталитарный режим. Противники Уиндриппа создают организацию «Новое подполье». Со временем режим Уиндриппа слабеет, происходит переворот, президент бежит во Францию, следующий переворот приводит к власти генерала Хайка, в стране вспыхивают бунты, начинается гражданская война и на этом роман заканчивается. Льюис подводит читателя к мысли «В Америке подобного не может случиться». «It cannot happen here». Роман Филиппа Ротто называется «The Blood Against America» «Заговор против Америки» и он уверяет читателя в обратном. У Льюиса в романе «Все герои вымышленные». У Филиппа Ротто исторических персонажей более, более, больше, чем выдуманных. Главный антигерой романа прославленный авиатор Чарльз Линдберг становится в 1940 году кандидатом республиканской партии и побеждает на выборах демократа Франклина Дилана Рузвельта. Заступив на пост президента, Линдберг подписывает мирный договор с нацистской Германией и обещает Гитлеру не препятствовать завоеванию немцами европейских стран. В Соединенных Штатах начинается преследование евреев, что немедленно затрагивает и семью Рота. Его родственник бежит в Канаду, вступает добровольцем в армию, чтобы сражаться с нацистами в Европе. В романе «Хэппи-энд». Да и не мог не случиться «Хэппи-энд», потому что автору следовало закончить выдуманную историю реальной истории. Поэтому самолет, за штурвалом которого следит, Линдберг исчезает, поиски пропавшего президента ни к чему не приводят, объявляются внеочередные выборы, на них побеждает Рузвельт, спустя несколько месяцев Япония атакует Перл-Харбор, и Соединенные Штаты вступают во Вторую мировую войну. Итак, по Синклерю, ревизу каталитарного режима в Америке быть не может. Филипп Рот уверен в обратном, хотя он и ограничил существование такого режима лишь одним годом, от глубокой осени 1940-го до глубокой осени 1941-го. Итак, дамы и господа, мы познакомились с вами вкратце с художественными произведениями, а художественные произведения позволяют всякие выдумки. Давайте обратимся к тому, что действительно случалось в нашей стране. В 1798 году по инициативе президента Джона Адамса Конгресс принял законы об иностранцах и подстрекательстве к мятежу. Эти законы предоставляли президенту право высылать из страны любого неугодного ему иностранца и подвергать штрафам и тюремному заключению каждого, кто распространял, как считали власти, клевету и злонамеренные слухи о президенте или Конгрессе. Эти законы просуществовали до всего три года. До 1801-го пост президента занял Томас Джеферсон и его сторонники получили большинство мандатов в Конгрессе. И законы об иностранцах и подстрекательстве к мятежу были отменены. Оба закона, я подчеркиваю, представляли собой грубейшее нарушение Билли о правах, в частности, первой и четвертой поправок Конституции. Этими законами была заложена практика нарушений Конституции исполнительной и законодательной властью бывало согласие Верховного Суда. Во время Гражданской войны она продолжалась с 1861 по 1865 год. Законы нарушались повсеместно и постоянно. В основном на Севере. Правительство Авраама Линкольна смотрело сквозь пальцы на разгром толпой типографий и редакций газет, выступавших против войны. Аресты и заключения в тюрьму без суда и следствия были в Штатах Севера обычным явлением. Достаточно было обвинить человека в сочувствии Конфедерации, чтобы его арестовали. Презумпции невиновности не существовало. В военное время считал Линкольн это допустимо. Окей. Превосходный знаток истории президент Вудро Вильсон. Я напомню, он одно время был президентом Принстонского университета. Он воспользовался опытом далекого предшественника Джона Адамса и провел в 1918 году через Конгресс закон о подстрекательстве. Этот закон позволял министру почт запрещать доставку подписчикам любых изданий критиковавших правительство. Закон также предусматривал наказание правительственных чиновников за критику правительства. Закон был отменен 3 марта 1921 года в день инаугурации президента республиканца Уаррена Хвардинга. Однако, дамы и господа, по сей день существует принятый в 1917 году по настоянию демократа прогрессиста Вильсена закон о шпионаже. Этот закон позволяет привлекать к суду каждого, кто выступает против военной политики правительства. В 2007 году вышла прекрасная книга «Монументальные исследования либеральной фашизм». Она была написана книжкой Джона Голдбергом. Джона Голдберг прекрасный журналист. Эта книжка, кстати, переведена на русский язык. Название «Либеральный фашизм». Одна глава названа так. «Вудро Вильсон и рождение либерального фашизма». Голдберг проводит связь между фашизмом и прогрессивизмом. Прогрессивисты, правившие Америка во времена Вильсона пишет, он пишет Голдберг, цитирую, «Они были убеждены, что посредством планирования рождаемости и давления на население государство может создать чистую расу общества новых людей. Они не скрывали своего враждебного отношения к индивидуализму и гордились этим. Религия была политическим инструментом. Политика была настоящей религией. Прогрессисты считали традиционную систему конституционных сдержек и противовесов устарейшей и препятствовавшей прогрессу, поскольку такие древние институты ограничивали их собственные амбиции. Догматическая привязанность к конституции, демократической практике и устаревшим законом тормозила прогресс в понимании как фашистов, так и прогрессистов. Более того, фашисты и прогрессисты превозносили одних и тех же героев и цитировали тех же самых философов. Джона Голдберг разъясняет, что следует понимать под фашизмом. Он определяет отношения между личной свободой и государством. Сторонники полной свободы, ныне их называют либертарианцами, выступают против всякого вмешательства государства в личную жизнь. Фашистов объединяет прежде всего пренебрежение к правам отдельной личности. Они за тотальную власть государства и выступают от имени народа, преклоняются перед своим вождем. И 4 марта 1933 года в день инаугурации Франклина Дилана Рузвельта вся страна и весь мир услышали вождя. Рузвельт говорил, дамы и господа, я прошу прощения за большую цитату из первой инаугурационной речи Рузвельта, но эта цитата дает нам с вами возможность понять, что из себя представлял президент. Я цитирую, Рузвельт говорил, «Вперед надо двигаться дисциплинированной, верноподданной армией, готовой на жертвы ради общей дисциплины, ибо без такой дисциплины невозможно движение вперед, невозможно эффективное руководство. Я знаю, мы готовы и согласны подчинить свою жизнь и свое достояние такой дисциплине, открывая возможность для руководства, нацеленного на общее благо. Я без колебаний возьму на себя руководство великой армии нашего народа, направляя ее на целеустремленное решение наших общих проблем. Я буду просить у Конгресса единственный оставшийся инструмент для выхода из кризиса широких властных полномочий для борьбы с чрезвычайной ситуацией, столь же неограниченных, как полномочия, которые мне даны в случае фактического вторжения иноземного врага. Дамы и господа, если не знать, что это говорил президент демократической стороны, то можно себе запросто представить, что это выступал какой-то диктатор, вполне возможно Муссолини, или Гитлер, или Сталин. И современники Рузвельта легко в этом разобрались. В частности, пресвятерианский пастор Номер Томас писал в 1934 году в журнале American Mercury «Близко и очевидно сходство экономических программ нового курса с экономическими программами корпоративного государства Муссолини и гитлеровского тоталитарного государства». Рузвельт нарушил 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 заложенную Джорджем Вашингтоном традицию «Два срока и отставка». Вось избирался четыре раза в 1932 году, в 1936, в 1940, в 1944. Спустя несколько лет после его смерти была ратифицирована 22-я поправка Конституции, в которой записано «Ни одно лицо не может быть избрано президентом более чем два раза». В годы правления Рузвельта, Конгресс, в котором большинство всегда принадлежало его однопартийцам, беспрекословно штамповал требования вождя, лишь однажды воспротивился, когда президент задумал расширить состав Верховного суда. Но бессрочное правление Рузвельта предоставило ему возможность заменить уходивших в отставку неугодных судей своими единомышленниками. И Верховный суд стал, как и Конгресс, одобрять все требования президента. Вот одно лишь. В первой половине 1942 года Рузвельт издал три указа о выселении японцев, живших в штатах Калифорния, Аризона, Вашингтон и Орегон. В концлагеря были отправлены около 120 тысяч японцев. в большинстве своем американских граждан. Фред Карематсу, гражданин Соединенных Штатов, один из выселенных, оспаривал в суде правомерность действий правительства. В 1944 году Верховный суд решил шестью голосами против трех, что правительство не нарушало конституционные права Карематсу. Шесть Верховных судей, назначенцев президента Рузвельта, посчитали, что необходимость защиты стороны от шпионажа важнее личных прав ИССА. Грубо нарушалась четвертая поправка Конституции. Никто не оспаривал в судах введенную правительством цензуру. Средства массовой информации было запрещено информировать американцев о всех бедствиях в стране, об ураганах наводнениях, о торнадо и лесных пожарах, об обрушившихся зданиях и мостах. Цензура, грубейшее нарушение первой поправки, а это объяснялось чрезвычайным положением в связи с мировой войной. Но, дамы и господа, ничто не мешает президенту объявить чрезвычайное положение не в военное время. Поводом может служить все, что угодно. Ну, например, глобальное потепление. Президент решит, нефть, уголь и газ способствуют разогреву планеты, и он издаст указ, запрещающий их использование. Для притворения указов в жизнь в стране будет введено чрезвычайное положение. Обе палаты Конгресса, находящиеся под контролем однопартийцев президента, поддержат его решение. Назначенцы президента Верховном Суде признают соответствующими Конституции любые требования главы исполнительной власти. В стране обнаружатся, конечно, противники происходящего, но чрезвычайное положение позволит заткнуть рты протестующим. Одних крикливых выселят в специально отведенные места, так как японцев при Рузовике других крикливых отправят за решетку или вышлют из страны, как инакомыслящих при Вудро Вильсоне. Все это будет происходить под оплатизменты народных масс и воспеваться верно подданной прессой. И, дамы и господа, это может произойти, если демократы-прогрессисты получат контроль над всеми тремя ветвями власти. Их цель — тотальная власть при однопартийной системе. Реальная жизнь, увы, 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 это не художественное произведение. В реальной жизни хэппи-энд не предусмотрен. На этом я ставлю точку монологии. После рекламной паузы с удовольствием присоединюсь к разговору с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова